Всем привет! Сейчас вы услышите краткий пересказ фильма «Планета обезьян. Война». Приятного просмотра! 15 лет назад практически всё население Земли было уничтожено обезьянним гриппом. Теперь планету делят остатки человечества и поумневшие генетически модифицированные обезьяны. Между ними разгорелась война. Главная цель военных – лидер разумных обезьян, шимпанзе по имени Цезарь. Два предателя приматов, которых называют шавками, привели разведчиков к базе своих сородичей. Солдаты военизированной группы Альфа и Омега открыли огонь по обезьянам. У тех же стрелкового оружия практически нет. В основном они используют луки и копья. К линии обороны спешит подкрепление на лошадях. И вот в людей полетели дымовые бомбы и десятки стрел. Весь отряд был перебит. В живых осталось лишь несколько разведчиков. Их взяли в плен. В лагере все расступаются при виде Цезаря и выказывают ему свое почтение. Со стороны обезьян в бою погибли 63 воина. Эту войну когда-то развязал Бонобо по имени Коба. Цезарь убил Кобу, но его последователи стали прислуживать людям, стали их шавками. Горилла рассказала о главном среди людей – полковнике. И о том, что он их всех собирается убить. Предателя оставили в лагере. А пленников людей отправили к своим, чтобы они передали послание полковнику. Если леса отдадут обезьянам, тогда война закончится. В это время предатель напал на зиму и смог сбежать. В лагерь после долгого похода вернулся Голубоглазый, старший сын Цезаря. Он разведчик и кое-что обнаружил. За горами скрывается пустыня. И если они ее перейдут, то люди не смогут их найти. А дальше находится долина, которая может стать их новым домом. Зима хочет отправиться в путь как можно скорее. Солдаты все ближе. Но дорога очень тяжелая. К тому же нужно найти безопасный путь, чтобы выбраться из этого леса. Пока семья Цезаря спала, он обнаружил веревку у водопада и понял, что враг уже здесь. Небольшой отряд людей продвигается вглубь лагеря. Дозорные без лишнего шума убивают их по одному. Но в то же время лично полковник проник в сердце базы. Он убил жену Цезаря и его старшего сына. Человек перепутал Голубоглазого с его отцом. Рассверепевший Цезарь прыгнул вслед за убийцей и зацепился за веревку. Но полковник ее обрезал и шимпанзе упал в воду. Зима куда-то пропал. Судя по всему, он также стал предателем. У Цезаря из родных остался только младший сын Корнелиус. Обезьяны собрались в долгий путь через пустыню. Но Цезарь с ними не пойдет. Он намерен отомстить. К тому же после убийства полковника солдаты кинутся на его поиски. И это даст возможность обезьянам безопасно покинуть лес. Но старые товарищи, шимпанзе-ракета, орангутан-морис и горилла-лука не намерены оставлять своего вожака одного. Они помогут найти солдат и отомстить полковнику. Однако, те постоянно перемещаются. И вот в старом лагере обезьяны застали только одного человека. Он пытался убедить их, что не станет нападать. Но тут же схватился за оружие. Благо, Цезарь уже давно не доверяет людям и расстрелял солдата. Вдруг в одном из домов послышался шум. Внутри находились запасы еды. А также испуганная немая девочка. Марис привык общаться с детенышами. И дал ребенку тряпичную куклу. Убитый был отцом девочки. Видимо, он дезертировал именно из-за нее. Марис уговорил Цезаря взять девочку с собой, чтобы она не умерла здесь от голода. Вскоре отряд нашел базу людей. Там же был и зима. На спине написана шавка, а на голове клеймо Альфы и Омеги. Предатель рассказал, что полковника здесь нет. Он пошел встречать еще одну большую группу солдат у некой границы. В тот день после боя пленная горилла пообещала Зиме, что полковник его пощадит, если он расскажет, где прячется Цезарь. Это из-за него погибли сын и жена вожака. Чтобы зима их не выдал, Цезарь зажал предателю рот, но перестарался и случайно убил его. Отряд планирует проследить за этой группой солдат, которая и приведет их к полковнику. Во время метели военные открыли огонь. По какой-то причине они казнили троих своих. Оказалось, что один мужчина был еще жив, но, как и девочка, он не может говорить. Поэтому не смог рассказать, почему в них стреляли. Цезарь добил раненого, чтобы тот не мучился. Когда обезьяны залезли на вышку, чтобы посмотреть, куда направились солдаты, к их лошадям подобрался какой-то человек. Он хотел обворовать обезьян, но когда его заметили, ускакал на их лошади. Началась погоня. Воришка отстреливается от преследователей. После он спешился и спрятался внутри занесенного снегом замка. Обезьяны направили стволы в сторону камина, и тогда вор вышел к ним с поднятыми руками. Оказалось, что это тоже обезьяна. Плохая обезьяна. Именно так она себя называет на человеческом языке. Причем языка жестов, как остальные обезьяны, он не знает. Увидев девочку, одиночка тут же отдал ей свою теплую куртку. Старичок рассказывает, что раньше жил в зоопарке. Остальные животные давно уже умерли. Все эти годы он скрывался и научился говорить, подслушивая разговоры людей. Эксцентричный примат надеется, что у него появились новые друзья и накормил их своими запасами. Паёк был из приграничной зоны. В том месте плохие люди перестреляли всех больных людей. Теперь там карантинная зона. Цезарь попросил плохую обезьяну отвезти их к этому ужасному месту, но ему страшно туда возвращаться. Однако, выслушав историю Цезаря о его семье, все же согласился проводить отряд границы. Плохая обезьяна не дурак, поэтому надел в дорогу шапку и теплый жилет. Девочка постепенно обучается языку жестов. Вскоре обезьяны нашли самую большую базу людей. На них тут же напали двое патрульных. Лука закрыл Цезаря своим телом и получил смертельное ранение штыком. Девочка заплакала над умирающей гориллой. Морис предложил вернуться к своим, но ракета настаивает, что они не могут развернуться. Получится, что Лука погиб зря. Цезарь схватил винтовку и приказал друзьям возвращаться к своей стае. Дальше он пойдет один. Вскоре вожак увидел распятых на скале обезьян. Все его племя было схвачено и кинуто в большой загон. Они не смогли выбраться из леса. Одна из замученных обезьян была еще жива. Перед смертью она рассказала, что полковник их не убил, чтобы использовать для строительства высокой стены. Вдруг одна из шавок вырубила Цезаря, и он также оказался в плену. Как же так, спрашивает полковник. Как он мог оставить свою стаю в такой тяжелой ситуации? На Цезаря навел арбалет солдат, которого он пощадил. Полковник вывел шимпанзе на улицу. Его кинули в загон к другим обезьянам. Они разочарованы в своем вожаке, ведь он и правда так не вовремя оставил их одних. Из другого загона своего папу зовет маленький Корнелиус. Там заключены все детеныши. Утром батальон диким ревом поприветствовал полковника. Он для них нечто большее, чем просто военачальник. Они все готовы умереть за него. Под американский гимн в клетку вошли шавки и стали избиваться родичей плетью. Их еще ни разу не кормили и не поили, но заставляют тяжело работать. Обезьяны вынуждены строить гигантскую стену. Измученный примат не удержал бревно и вместе с ним свалился на землю. Шавки тут же приказали наказать провинившегося и избить его плетью. «Не трожь его!» – крикнул Цезарь. И горилла остановилась. Вся стая закричала в поддержку своего лидера и перестала тягать тяжелые камни. Но Цезаря поставили на колени перед полковником и также избили плетью. Мужчина потребовал, чтобы обезьяны вернулись к работе. «Им нужно есть!» – ответил Цезарь. Тогда полковник застрелил орангутана и наставил пистолет на вожака. Чтобы сохранить ему жизнь, обезьянам пришлось вернуться к работе. Цезаря привязали к бревнам и оставили на показ посреди лагеря. Он спрашивает у Шавки, неужели он думает, что полковник оставит его в живых после того, как разберется с ними. Военачальник угрожает Цезарю. Если тот продолжит мешать работе, то он будет убивать одну обезьяну за другой. Цезарь догадался, что те, другие солдаты, идут сюда не объединяться, а чтобы покончить с полковником. Этот сумасшедший убивает даже своих. Только непонятно, чем провинились те трое, которых он нашел неподалеку от базы. Полковник рассказал о своем сыне, также военном. Однажды он перестал разговаривать, стал примитивным, как животное. То же самое произошло и с человеком, который за ним ухаживал. Доктор предположил, что обезьяний вирус мутировал. И если он распространится, то человечеству точно настанет конец. Люди лишатся речи и высокоразвитого мышления. Они превратятся в зверей. И вот ради спасения человечества полковник принес в жертву собственного сына и лично застрелил его. После этого он отдал приказ солдатам прикончить всех остальных зараженных. Причем они также должны были убивать своих друзей и родственников. Тех, кто отказался, также казнили. Один из них дезертировал и добрался до начальства полковника. Сюда, вероятно, придут все боеспособные выжившие люди. Ведь именно здесь находится самый большой склад оружия. Если человечество проиграет в этой глобальной войне, то оно станет скотом для обезьян. Кстати, о том, что он случайно убил сына Цезаря, полковник совершенно не жалеет. На свободе осталось всего три примата. Плохая обезьяна собирался сбежать, но провалился под землю и случайно оказался в канализационном тоннеле. Утром пленникам принесли ведра с водой и зерно. Стоя благодарна Цезарю за то, что он их спас. А вот самого вожака только облили холодной водой. Вода оледенела, и Цезарь стал замерзать на морозе. Если он доживет до утра, то будет работать вместе с остальными. Пока Ракета и Марис изучали тоннель, девочка пробралась в лагерь. Она нашла Цезаря в клетке и отдала ему свою куклу. А после принесла ведро с водой. Наконец он смог попить. Ни один человек не был к нему так добр после смерти Уилла. К клеткам подошли военные. И чтобы спасти ребенка, Ракета отвлек их на себя. Солдаты подумали, что он смог сбежать. И только полковник догадался, что Ракета пришел из леса. И вероятно, есть еще свободные обезьяны. Шавка сильно избила Ракету и кинула в загон к остальным. Утром полковник отправил Цезаря работать в каменоломню. Он увидел куклу и задался вопросом, как это сюда попало. Ночью Шавка сообщил Цезарю, что как только обезьяны достроят стену, все они будут расстреляны. Во время работы Ракета посчитал в шагах расстояние до их загонов. И плохая обезьяна принялся делать подкоп. Вскоре его лысая голова показалась из-под земли. И он познакомился с пленниками. К сожалению, тоннель стала затапливать. И нужно срочно решать, как им действовать дальше. Ведь детеныши заперты в другом загоне. Обезьяны кинули в охранника грязью. Он обиделся и спустился вниз, чтобы наказать проказника. Его заманили к месту подкопа и затащили под землю. Так приматы добыли ключи. Наконец, они открыли загон с детенышами. И те незаметно перебрались к своим родителям. Один за другим пленники спускаются в тоннель и выбираются уже снаружи концлагеря. За решеткой остался только Цезарь. И он не собирается уходить. Он стал как Коба. Вожак не смог избавиться от своей ненависти. Он отомстит полковнику. Вдруг в базу полетели ракеты. Заорала сирена. Альфу и Омегу на вертолетах атакуют другие люди. В сторону базы двигается огромная армия. Все солдаты встали по тревоге. И только полковник почему-то не выходит. Цезарь нашел его окровавленным и совершенно пьяным. Человек попытался что-то сказать врагу. Но только выдавил из себя странный хрип. Вирус поразил и полковника. Он утратил возможность говорить. И хочет, чтобы Цезарь прикончил его. Но вожак поборол свою ненависть. И не стал стрелять. Он положил пистолет на место. Чтобы человек сам решил свою проблему. Боевые действия в самом разгаре. Шавка помогает заряжать пулемет. Но тут пулеметчик заметил сбежавших обезьян. И открыл огонь по ним. Цезарь схватил гранаты. И уворачиваясь от пуль побежал спасать свою стаю. Шавке больно видеть как погибают десятки его сородичей. В то же время он заметил Цезаря. Который бежал к цистерне с топливом. Чтобы подорвать базу. Но в последний момент его ранил солдат. Которого он ранее пощадил. Шавке приказали подать гранатомет. Но он сам им воспользовался. И спас Цезаря. Разнеся солдата на куски. Шавку тут же застрелили. Зато Цезарь смог совершить задуманное. Сильнейший взрыв накрыл всех солдат. Следующие цистерны и боеприпасы. Разнесли базу в щепки. А Цезарь успел спастись в тоннеле. В самый последний момент. Сюда прибыла вторая армия. Люди ликуют радуя своей победе. Но тут военные увидели Цезаря. И затихли. Однако им всем срочно пришлось спасаться бегством. Гигантская лавина, вызванная взрывами, сносит все на своем пути. Военные были сметены в считанные секунды. Цезаря же спасло его умение карабкаться по деревьям. Он чудом удержался, обхватив ствол своими лапами. Таким же образом смогли пережить лавину и остальные обезьяны. Далее стаю ждал долгий путь через пустыню. И вот они наконец прибыли в прекрасную долину. Место, где нет людей. И которое станет их новым домом. К сожалению, полученное ранение не зажило. Цезарь истекает кровью. Морис пообещал умирающему вожаку, что Корнелиус будет знать, кто его отец. И что он сделал для всех обезьян. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова